Всем привет, меня зовут Маша, и, наконец-то, я снимаю обзор цикла Иры Котова и Королевская кровь. Я очень давно хотела сделать этот обзор, но книг много, и текста в них тоже очень много, поэтому мне просто нужно было время, чтобы все это дело нормально прочитать. И вот, наконец, я примерно на пятой книге. Это последняя из книг, которая сейчас вышла в бумаге, но продолжение истории в процессе, и авторам в темпе, насколько я знаю, дописывается, потому что хочется уже это дело завершить. Сначала я вам немножко расскажу о чем это, что там за жанр, что там за мут, что там вообще происходит, и кому, на мой взгляд, подходят эти книги, а потом я постараюсь рассказать, почему я выношу их в отдельный обзор, и вы же понимаете, что если я выношу какую-то книгу в отдельный обзор, это значит, что, скорее всего, эта книга мне очень понравилась, ну, в данном случае, книги. Я буду размахивать второй частью, я уже говорила, что книг 5 на превью вы видели 4, потому что первую книгу я уже дала почитать подруге, и я буду очень надеяться, что ей понравится. Итак, «Королевская кровь» уходит в серии «Другие миры», и вы уже, наверное, не раз слышали, что это одна из немногих отечественных фэнтези-серий, которые я очень котирую, потому что за редким исключением видеоавторов, которые, может быть, мне лично не нравятся, и таких популярных достаточно ходов и книг, туда попадают вещи, которые проходят оббор, и в художественных вкусах редакции как-то мне пока не приходилось сомневаться. И, в принципе, с «Королевской кровью» началось мое знакомство с серией, причем Ира сама мне написала и предложила почитать ее книгу. Она знала, что я бываю очень жестоко с авторами фэнтези, особенно женского, и тем не менее ее привлекла именно вот эта вот манера. Короче говоря, как-то срослось, и, честно говоря, я не знала, что вообще будет и что мне ожидать, но когда я дочитывала первую книгу, я просто не могла оторваться и понимала, что я хочу узнать, что же будет дальше. В принципе, возможно, вы смотрели, примерно год назад я рассказывала про первую часть, вот, и там я говорила, в чем суть сюжета и в чем суть истории. Есть мир, очень похожий на наш, с очень прослеживающимися конкретными прям параллелями, но, тем не менее, другой. Мир очень эклектичный, то есть в нем есть и технологии, и современные какие-то штуки, и магия, и еще какие-то древние традиции, и затерянные какие-то государства, и все остальное. Очень эклектичный, но при этом, тем не менее, достаточно цельный, непротиворечивый, и когда ты читаешь, ты, может быть, конечно, если хочешь докопаться, ты докопаешься, ты противоречий, но пока ты читаешь, тебя настолько увлекает сюжет, что ты не хочешь этого делать, и я думаю, что даже если там есть какие-то противоречия, то автор в состоянии их объяснить какими-то внутренними законами и всем остальным. За несколько лет до того, как начинается основная история, в государстве под названием Рудлог, который, в принципе, соответствует России, ну, плюс-минус, происходит государственный переворот, в результате которого погибает королева, и шесть ее дочерей, и муж вынуждены бежать и скрываться, потому что заговорщики охотятся за ними. Переворот был устроен не просто так, это все рассказывается, и совершенно ясно и очевидно, что те люди, точнее, те существа, которые стояли за этим, они продолжают свою подробную деятельность. Рудлог долгое время пытается жить без монарха и пытаться мутить совершенно другой государственный строй, но проблема заключается в том, что во всех странах материка Тура, надеюсь, я правильно ставлю зрение, королевский род — это не просто люди, которые стоят во главе государства, а это носители божественной крови, и там по ходу дела постепенно в книгах раскрывается, в чем суть, кто такие боги, за что они отвечали и как влияли и взаимодействовали с людьми, которые населяют эти земли. В общем, королевская кровь Рудлога сдерживала некие стихийные процессы, и после того, как она исчезла, начались всевозможные катаклизмы, поэтому люди, которые когда-то разваливали страну, теперь заинтересованы в том, чтобы найти девочек, если они все-таки выжили, а слухи ходили очень разные, и вернуть их на престол. Девочек, как я уже говорила, шесть — это Ангелина, Василина, Марина, Полина, Алина и Каролинка. Каролинка — самый младший персонаж, мне очень интересно, во что она будет, как она будет развиваться и расти, но в самих книгах ее довольно-таки мало, ну, она слишком маленькая для этого. Наследницей, по идее, является Ангелина Рудлог, но в конце первой части все пойдет совсем не так, как они ожидали. Кроме линии поиска сестер и, соответственно, того, что сестры пытаются, наоборот, скрыться, потому что они не верят, что их ищут с благими намерениями, они уже привыкли к тому, что ими постоянно интересовались и хотели убить, у нас есть еще несколько сюжетных линий. В частности, у нас есть драконы, и это та штука, с которой началась моя любовь к книгам. Драконы были когда-то заперты одним из предков Рудложек в горе, это было очень подло с его стороны, фактически это был такой неправильный, как сказать, на самом деле для Рудлогов это был очень правильный военный маневр. Он добился того, что он хотел, но фактически он просто уничтожил целую, пытался уничтожить целый народ. Но из-за того, что королевская кровь ослабла, драконы смогли прорваться и вернуться на те земли, где они когда-то жили. У них тоже есть свой интерес в том, чтобы найти принцесс, потому что брак их владыки с одной из Рудлог поможет возродить уже погибающие земли, которые постепенно превращаются в пустыню. У нас есть линия магического университета, в котором начинают ловить демонов, при этом две девочки из Рудлогов в этом магическом университете учатся, поэтому там сто пудов будет какой-нибудь интересный замут. У нас есть линия севера, на котором просыпается нечисть, и это одна из моих любимых линий, потому что я люблю всякие страшилки. У нас есть линия королевской охраны, которая, конечно, очень тесно переплетена с самой королевской линией, но при этом у них там свои отдельные мутки, у них свои отдельные персонажи, у них свои собственные приколы, своя атмосфера, и эта линия тоже одна из моих любимых. Конечно, тут есть несколько любовных линий, но несмотря на их наличие, я честно считаю, что королевская кровь — это не любовно-фантастический роман, это что-то ближе к приключениям, потому что кроме любовных линий здесь есть очень много всего. И университеты, и приключения, и крепота, и какие-то государственные штуки, и заговоры, и интересное миромоделирование, интересная система магии, которая, в принципе, для меня такой прям вот фетиш-фетиш в фэнтези-книгах. Я это очень люблю, и здесь это прям вот как надо. Тем не менее, поскольку главной героиней у нас — женщины, вы понимаете, что любовных линий здесь будет несколько, как минимум пять, потому что у нас есть пять уже взрослых женщин, и у каждой свой путь, и свои взаимоотношения с мужчинами и с другими персонажами. Моя любимая линия — это линия Василины, которая еще до начала событий вышла замуж, и мне очень нравится ее взаимоотношение с мужем. У меня нет желания себя с героиней ассоциировать, но мне очень нравится, как эта линия сделана и как она выписана. И мой нелюбимый пейринг — это Марина и Люк, потому что это ужасные созависимые отношения, и несмотря на то, что мне очень нравятся оба персонажа, они так страдают, когда они находятся рядом друг с другом, что меня это местами даже триггерит. А моя самая любимая из «Принцесс» — это Алина. Ну, Ravenclaw, Smart is New Sexy и все такое. В общем, как-то так. Большой мир, много сюжетных линий, все переплетено, взаимосвязано, все постепенно разворачивается, стоит разобраться, с одной напастью тут же вылезает другая, на которую автор до этого намекал, и все вот так вот уже долго-долго продолжается. Сейчас я поговорю о плюсах и минусах циклах, хотя, на самом деле, мне проще сначала сказать про минусы такие, ну, они даже не то чтобы очевидны, а скорее это вещи, которые нужно знать, если вы за это беретесь, потому что в остальном цикл замечательный, и я прям вот запоем читала. Давайте я в руки возьму другую книжку, мне картинка надоела. В общем, на мой взгляд, первая книга слабее остальных, причем начало первой книги, оно слабее, чем ее продолжение. Как-то прям вот по нему чувствуется, что автор постепенно рос, постепенно вырабатывал навыки, поэтому вначале ты немножечко вязнешь, но его реально стоит преодолеть, потому что буквально там 2-3 главы, и ты уже погружаешься в этот мир, и из него очень сложно выбраться. Мне кажется, что такой эффект идет еще из-за того, что начало книги — это точка зрения Марины, это единственный персонаж, который говорит «я», то есть в ее отрывках повествование ведется от первого лица, и ты подсознательно готовишься к тому, что ты сейчас получишь еще одну историю для девочек. И когда после этого такого девчачьего начала тебя придавливают магическим университетом, драконами и всем остальным, ты можешь реально потеряться, не понимая, для чего здесь это. На самом деле, для того оно там и надо, что это не только про Марину и не только для девочек. Ну, серьезно, несмотря на то, что эта книга написана женщиной, и здесь чувствуется такое вот женское начало во многих вещах, во многих темах, в атмосфере, не знаю, много где, тем не менее, это очень гендерно-нейтральная штука, которую интересно читать вне зависимости от того, ищете ли вы романтики, приключений, трэша или чего-то еще. Как я уже говорила, мир эклектичный и цельный, и сам текст получился тоже очень эклектичным, но при этом очень цельным. И второй минус тоже как бы скорее не минус, а своеобразное предупреждение. Здесь очень разные линии, и мне кажется, что это просто вот попытка осознанная или неосознанная попасть в совершенно разные кинки, совершенно разных читателей, поэтому есть моменты, когда ты просто вот на контрасте, ты только что читаешь там про нежности Василины и Байдека, которые, несмотря на то, что мне нравятся пары, иногда меня пугали тем, что, ну, это очень сладко и няшно, и так далее. И после этого ты попадаешь на линию самого Байдека, ты читаешь про него, и это совсем другое настроение. Но то ли я расчиталась, то ли автор расписался, и где-то со второй или третьей книги я уже вот этих вот скачков контрастности совершенно не видела. Теперь давайте про плюсы. Кроме того, что я уже говорила, здесь разная тематика, здесь разные истории, и очень интересный, продуманный и непротиворечивый внутри мир, здесь есть еще много всего. Честно говоря, мне вот, как я уже говорила, мне показалось, что здесь было что-то вроде прицела на разные категории читателей. Более того, у меня есть ощущение, что Ира Котова, она просто брала какие-то популярные в жанре LFR тренды, тех же оборотней, тех же драконов, те же магические университеты, где должна быть любовная линия ученицы, там ректор, учитель, кто угодно, и продумывала их, я не знаю, было так или не было, но вот оно похоже на это, продумывала их так, чтобы уложить вот эту вот схему в, не знаю, там, в соответствии со здравым смыслом. То есть вещи, на которые обычно авторы, которые пишут LFR, забивают, потому что, ну, мы же пишем легкий жанр, нам же не нужно продумывать логику сюжета. Здесь продуманы именно с логикой, здесь очень четкие внутренние связи, очень четкие мотивации, очень хорошее понимание того, что может быть, а чего быть не может, и из-за этого ты как бы получаешь вроде бы вот всех тех же оборотней с их истинными парами, тех же драконов, которые похищают баб, тот же магический университет, где есть студентка и преподаватель и все остальное, но ты получаешь это с большой долей здравого смысла и очень аккуратненько вплетенные в общую канву. Как я уже говорила, здесь своеобразный мир, в котором есть и современность, и магия, и много чего еще, и очень прикольно ловить его параллели с нашим миром. То есть, ну, видно, где там Россия, где там Англия, где там скандинавские какие-то страны. Можно, наверное, начать придираться к какому-то фактажу, но, опять же, этого делать не хочется. Книга написана очень приятным стилем, с очень хорошим таким ненатужным юмором, который ситуативен, и ты как бы понимаешь, что он возникает не из-за того, что автору нужно, чтобы здесь герои пошутили, а так естественным путем. И несмотря на объемы, ну, пять книг по 470-500 страниц каждая, читается это очень легко. При этом, я скажу сразу, я не люблю читать длинные циклы, в том числе потому, что на каком-то моменте мне нужно переключаться. Я понимаю, что в меня уже больше не лезет, даже если это что-то восхитительно великолепное. Это бывает у меня. Мне нужно переключаться. Я обычно, когда так делаю, я стараюсь переключаться на какое-нибудь совершенно другое чтиво, на нонфикшн, на какой-то другой жанр, на что угодно. И с этими книгами я могу точно сказать, что когда я делала перерыв и уходила с третьей книги, например, на четвертую, вот, я легко возвращалась, потому что я хорошо помнила, что там происходило. Даже через год я хорошо помнила, какие были основные линии, какие были замуты, какие были персонажи. А если я что-то забывала, это, ну, легко было из контекста восстановить. Одна из моих любимых вещей в этой книге это атмосфера... Я не знаю, как это описать, сейчас, наверное, вообще странно будет звучать. Короче, я словила это где-то вот на середине второй книги. Это книга про семью, в первую очередь, как мне кажется. И ты, когда читаешь, ты чувствуешь, как много в этой семье привязанности к друг другу и любви. И вот это вот чувство, что ты приходишь домой, даже если ты только что там читал про какую-то дурь, дичь и всё остальное, и вокруг происходило много непонятных вещей, от которых было страшно, ты всё равно возвращаешься к родложкам, и вот внутри их семейного круга получается очень тепло. Я редко вообще такое говорю про книги, потому что, ну, стараюсь ловить в книгах совсем другие вещи, но здесь это чувствуется. При этом, что мне тоже нравится, здесь очень много взрослых и ответственных героев, которые поступают согласно каким-то, ну, не знаю, моральным ценностям, что ли, которые я разделяю. И, наверное, это ещё одна из причин, почему мне было так приятно читать эти книги, потому что я их читаю, и я вижу подтверждение тому, во что я верю. И мне очень нравится то, как работает охрана королевы. Мне очень нравится Тандаджи, это начальник королевской службы безопасности, это один из моих самых любимых персонажей во всём цикле, он восхитителен совершенно. Всё, что он делает, это потрясающе. Ты чувствуешь вот эту вот преданность, ты чувствуешь эту слаженную систему, ты понимаешь, на каких принципах держится Василина, на каких принципах держится Ангелина, как они любят свой народ. Ты видишь, как проходит через какой-то своеобразный эгоизм и трагедию Марина. Ты видишь Стрелковского, это бывший начальник службы безопасности, который очень любил королеву Ирину, собственно, мать девочек, главных героинь. И ты просто видишь вот это вот переплетение взаимоотношений, которые построены на любви, ответственности, преданности, принципиальности. И вот в этом вот очень круто существовать. То есть, если я читаю Dark Fantasy, я знаю, что там вряд ли будут хорошие персонажи, а если они будут, то они вряд ли доживут. Если я читаю Королевскую кровь, я понимаю, что здесь принято защищать слабых и принято проявлять вот эту самую ответственность, и мне это очень нравится. Ну, про то, что Василина — это булочка с корицей, я, по-моему, уже писала в Твиттере. Как я уже говорила, мне очень нравится система магии, мне нравится, как она продумана, мне нравится, сколько в ней мелких деталей, которые работают на своеобразный философский концепт. И поскольку система магии в фэнтези-книгах — это что-то вроде моего читательского фетиша, это еще один зачет. Я еще раз повторюсь, что мои любимые линии — это линии магического университета, где ведется расследование по поводу всяких страшных демонов, а потом начинаются другие замуты. Это линия с севера со всей Юхтонью, нечистью, опять же, демонами и всем остальным. И это линия драконов. С драконами здесь вообще ситуация особенная, потому что вполне возможно, что они бы меня очень сильно бесили. Но, во-первых, там есть четвери, от которых я просто тащусь. Точно так же я тащусь от Тандаджи, Трота, Алины и еще некоторых персонажей. И, во-вторых, в линии драконов очень интересно показана разница между менталитетами. То есть представьте себе государство, которое законсервировалось само в себе примерно на 500 лет, а потом внезапно оно расконсервировалось и должно начать налаживать дипломатические связи. Все остальные государства в это время уже достигли примерно нашего уровня развития. Это как портал средневековый мир открыт. Но все это усугубляется тем, что пески, это государство драконов, это такой вот налет восточных сказок и совсем других принципов, совсем другого отношения к миру, к семье, к своему предназначению, к чему угодно. И видеть, как герои пытаются преодолеть эти противоречия, это тоже отдельное удовольствие. Ну и как в случае с магией, где очень много мелких деталей, которые подчеркивают какие-то основные идеи, точно так же очень много деталей, когда речь идет об особенностях государства, мировоззрении его жителей, мировоззрении его правителей, его каких-то обычаев. Это тоже все продумано в мельчайших деталях и это тоже как бы очень круто. Наверное, это почти все, что я хотела сказать про королевскую кровь. Мне не сильно хочется разбирать каждый сюжетный поворот, потому что я вам фактически пересказала весь сюжет первой книги. Кроме того, что там в конце происходит, потому что это будет такой плод-твист, который вытащит все остальные книги и даст толчок всему остальному сюжету. И этого сюжета здесь столько много, и каких-то сюжетных элементов здесь тоже так много, что если я буду пересказывать и анализировать их все, это видео растянется на пару часов, и мне этого, честно говоря, не хотелось бы. Так же, как мне не хотелось бы спойлерить вам некоторые штуки. Скажу еще, что в некоторой степени Королевская кровь показалась мне вещью очень кинематографичной, и во многом по сюжету, особенно уже вот после первой книги, выстроенной как такой неплохой сериальный сценарий. То есть у нас есть какие-то линии, которые иногда, как бы вот часть там или книга, она заканчивается таким клиффхенгером, она заканчивается, когда у тебя только что прошла одна полная задница, но надвигается уже другая полная задница, и ты это прекрасно понимаешь. А потом тебе дают такой маленький эпизодик того, что же нас еще впереди ждет, который потом обязательно вылезет, как завязка какой-нибудь еще сюжетной линии, и ты за этим всем следишь, следишь, следишь и следишь. У каждого персонажа, у каждой линии есть какая-то своя тема, они очень грамотно чередуются, и если я, например, не очень люблю линию Марина Люк, которая периодически всплывает со всеми своими эмоциями, то я знаю, что после нее обязательно будет что-то, о чем мне, наоборот, очень хочется читать, и что я проглатываю запоем. Так что я думаю, что из этих книг получился бы очень неплохой сериал, и я буду надеяться, что, может быть, когда-нибудь российский кинематограф вырастет и, наконец-таки, дойдет до того, как делать хорошие сериалы и как выбирать контент для этих сериалов. Потому что вот Королевскую кровь я бы посмотрела, причем, наверное, я посмотрела бы вместе с мамой, чтобы потом пэринги обсуждать. Хотя, на самом деле, там это не самое главное, но девичье сердечко требует романтики и все такое. Вот, собственно, все, что я вам хотела сказать. И еще одна маленькая хорошая новость. Я знаю, что сейчас первые книги, в отличие от следующих книг, достать уже становится нелегко, они мало где есть и почти распроданы. Меня автор обрадовала тем, что сейчас Королевская кровь будет переиздаваться уже по две части в одной книге. Будет оно издаваться уже не в мейнстриме, а в другой редакции, принадлежащей АСТ, и выход первых двух частей в одной книге запланирован на середину октября. Я об этом обязательно расскажу, и если все будет нормально, мы попробуем даже договориться на какой-нибудь розыгрыш, потому что мне очень нравится этот цикл, и я бы хотела им делиться с другими людьми. У меня этот цикл так морально поставлен, ну, в силу того, что я пока что еще не до конца разобрала хаос на своих книжных полках. Он у меня поставлен где-то на одну полочку с Панкеевой и Робин Хопп и Максом Фраем, потому что это такие длинные-длинные истории, которые мне нравятся читать, и которые я проглатывала буквально за поем. Вот, и я буду надеяться, что если вы до него таки доберетесь, то он вам тоже понравится. Я вам как-то раз обещала, что буду рассказывать об авторах женского фэнтези, о женщинах, которые пишут фэнтези, и работы, которых мне очень нравятся, и кажется, не похожими на вот этих, на засилье вот этого вот «Санка для самца», который сейчас в тренде, который меня дико бесит. Вот, считайте, что я вам еще про одного автора, к Ольге Громыко, например, рассказала. Про других тоже как-нибудь обязательно расскажу. Посмотрите в инфобокс, там будет ссылка на группу Ира со всеми новостями, и обсуждениями, и прочим-прочим. Кроме того, там можно будет найти, где купить электронные версии книг, которые в бумаге еще не выходили, и где читать продолжение, если вы все это уже прочитали. Но очень-очень жаждете узнать, что же было дальше. В следующем видео я хочу рассказать про то, за что же я так сильно люблю Макса Фраев. Вот, я очень давно это планировала, и наконец-таки добралась. Ну и спасибо за внимание, и всем пока!